Добрый день! И мы находимся на этой неделе в недельной главе Микец. Все Тора и эти главы, особенно в которых мы находимся, это сплошная иллюстрация божественного управления этим миром. Как АжГХ хвалит общественного божественного проведения и жизни каждого из нас, как АжГХ протит частного божественного проведения. В прошлом году мы говорили о том, как в этой главе, в главе Микец, Тора намекает, а мудрецы раскрывают нам эти намеки, что есть причина событий, которые с нами происходят, а что есть следствие. И как мы часто ошибаемся в этом, мы не видим истинных причин. Как мы слепы. Мы говорили тогда, что если глубже посмотреть, то окажется, что, например, в бизнесе не прибыль есть следствие успешного введения дела или успешного вложения акций, а наоборот. Вот. Рекомендую послушать глава Микец на моем ютуб-канале Тора в поисках смысла. И сегодня в конце мы также констинемся вопроса слепоты и темноты, ведь тем более на дворе Ханука и все говорят о свете. Но все по порядку. Сказано в нашей недельной главе. «И было поутру, стревоженный фараон послал созвать всех своих чародеев Египта и всех его мудрецов, и рассказал им фараон свои сны, и некому истолковать их фараону. Толкователей снов в Египте хватало, поясняет Раши, но не для фараона». И он объясняет сам себя. Они давали такие версии, которые были неубедительны для уровня главы государства, царя Египта. Например, что у него родятся семь дочерей, все они умрут. Это отсутствие идей у чародеев Египта по меньшей мере странно. Ведь Египет был кузницей чародейских кадров. В книге «Шмот» мы узнаем, например, что они, подобно Маше, превращали свои посохи в змеев, а также копировали первые несколько казней, которые Бог поразил их страну. А тут разгадать простой сон не усумели, хотя им не требовалось большого воображения, чтобы их понять. Коровы, которые воспринимались как символ благостояния в древнем Египте и колоссе, они указывали на хорошие и плохие урожаи в ближайшие годы. Причем здесь вообще дочери. Причину этой непонятной слепоты мы находим в словах Йосефа, с которым он начал толкование фараоновых снов. Он говорит «Не я, а Всевышний ответит фараону на его сны». И потом Йосеф еще несколько раз ссылается на Бога и смиренно преуменьшает свою роль в разборе сновидений, при том, что понимает, что фараон может разочароваться в нем и отправить его обратно в тюрьму. Йосеф знает, что хохма – это божественный дар. И это тот самый момент, когда нужно прояснить, что такое хохма, почему мы говорим хохма. Это понятие часто переводят как мудрость. И в каком-то смысле этот перевод правильный, но как часто бывает с переводом с еврита, он не отражает глубины смысла. Наши мудрецы тайного учения разъясняют нам, что любой умственный процесс состоит из трех этапов. Первый – это получение информации от внешнего источника. Озарение я его называю. Обработка его нашим мозгом до уровня понимания. И третий – это полноценное знание всех деталей этой информации до готовности ее применять или даже действовать с ее использованием. Ну, например, нам приходит в голову какая-то идея. Отпаджать яичницу до запустить новый бизнес или направление в существующем бизнесе, или предпринять новый подход в продажах, в маркетинге. Это первая стадия. Потом мы обсасываем эту идею, обдумываем, консультируемся. Это вторая стадия – понимание. И, наконец, мы настолько готовы, мы настолько знаем и разбираемся в вопросе, что составляем план действий и начинаем действовать. Это третий уровень. Называется знание. Но термины в русском языке не передают глубины. На иврите первый уровень озарения называется хохма. Второй – понимание. Это бина. И третий – это даат. И даат – это не просто знание. Это глубокое проникновение в задачу, связанное уже с действием. Например, первый раз в Торе мы встречаемся с этим словом в «Вэгадам ядаэт хава». «Адам познал хаву». Но нас сейчас интересует хохма. Мы сейчас понимаем, что получение информации от внешнего источника, как озарение. Но почему я сказал озарение? Потому что оно больше показывает, что это внешний источник, что это Бог. И даже если мы что-то прочитали в интернете, и нам пришла в голову какая-то мысль, это все не интернет, есть источник. Нужно понять, что даже то, что нам попала эта информация в интернете, не было случайно. И тем более, та мысль, которая нам пришла в голову вместе с этой информацией. Это все то, что под управлением Бога приходит к нам по каналам нашей души из уровня высшего разума. Но почему-то переводят мудрость. Так почему? Я не могу гарантировать, почему тем, кто придумал перевод слова хохма, больше понравилась мудрость, а не озарение. Но думаю, что они вложили в перевод идею, что чем больше в человека входит мудрости Бога, мудрости Всевышнего, мудрости высшего разума, тем он безусловно мудрее. И даже фараон это понимает. И он говорит дальше в следующем пасуке. И сказал фараон своим слугам, найдем ли мы такого человека, в котором Дух Божий? И сказал фараон Йосефу, так как все это Бог дал постичь тебе, то значит нет другого разумного и мудрого, подобного тебе. И мудрого тут в первоисточнике это хохма. Хохам. Мудрец. От обсуждаемого нами хохма. По-настоящему мудрые люди должны неустанно благодарить Творца за этот дар, так как это днюдь не гарантировано. Бог оставляет за собой право отнять это в любой момент, иногда надолго, иногда всего на несколько коротких, но очень важных минут, затмить разум. Именно это мы наблюдаем в эпизоде со снами фараона. Всевышний блокировал мудрость всех мудрецов Египта, оглупил их на время лишь с одной целью – помочь возвышению фараона Йосефа. Не случайно пророк Йошаяу говорит в своем 44 главе такие слова. «Бог поворачивает мудрецов вспять, и знание делает их глупостью в том, что именно Всевышний управляет мыслями людей», – говорит Раши в своем комментарии на слова Торы в начале прошлой недельной главы. Помните? «И было после этих событий. Провинились виначерпер царя Египта и пекарь перед их господином царем Мицраем». Не просто так сказано после этих событий. Раши говорит, так как та жена Патифара сделала цадика Йосефа предметом постоянного обсуждения людьми, дал им Всевышний новую тему для обсуждения – историю с виночерпием и пекарем. Объясняет Равкагана, что новостная лента движется по желанию Творца, который таким образом управляет разговорами людей. И снова и снова настойчиво хочет достучаться до нас Тора и мудрецы, чтобы мы, евреи XXI века, наконец поняли, что не наше серое вещество генерирует мысли и идеи, не из него появляются знания и мудрость. Не наша основная заслуга в том, что нам пришла идея купить акции, токены, которые в тысячу раз выросли в цене, принесли нам целое состояние. Не наша основная заслуга в том, что мы гработно, со знанием дела, выстроили систему менеджмента в управляющей компании, теперь можем сидеть под пальмой и курить травку. Не для этого дал нам эту идею и знания, и мудрость Бог. Нет, конечно, лежа на диване вряд ли получилось бы что-то, и наши усилия нужны и важны. Но тут мы говорим о мыслях, идеях и мудрости, а они спускаются нам свыше, и без них, сколько ни бегай с утра до вечера, вряд ли мы чего-то набегаем. И поэтому нам, и что еще важнее нашим детям, важно научиться каждый день устанавливать связь с Богом, очищать каналы души, по которым Он посылает нам мысли, идеи, настраивать нас разум и интеллект для наилучшего и восприятия и обработки. И инструментарий для этого банально прост – изучение Торы, мудрости высшего разума, трехразовая молитва, установление связи и добрые дела, выполнение его воли. Это главная наша работа и наша обязанность. Это главное, чему мы должны научить наших детей. И просто удивляет отношение к себе и к детям, тех евреев, которые понимают сказанное. Но не переносит это в жизнь. Просто удивляет. Наверное, они в глубине души думают, а если это все не так, а если Тору нам передал не хозяин этого мира, выразив в ней повеление нам к действию, а если я лоханусь, отдав детей в Хедера, потом в Яшиву, если это не поможет ему стать лучшим врачом, адвокатом, бизнесменом. Но это и есть слепота. Это пелена злого начала, которым она застилает глаза. И это главная тема Хануки, в которой мы сейчас находимся. Свет, которого все вокруг говорят в эти дни, это божественная энергия, божественное влияние, которое Бог направляет в этот мир для осуществления ажгахи, надзора и управления всеми созданиями. А тьма – это сокрытие этого света, сокрытие божественного влияния, отдаление от Бога и его влияния. И раскрытие света – это не просто поговорить о Хануке, о победе света над тьмой. Это зажечь ханукальные свечи все восемь дней, это отметить рожходыш, начать соблюдать или усилиться в соблюдении шабата, сделать обрезание, у кого его нет. Это как раз те три вещи, которые запретили греки. И так далее, и так далее в выполнении воли Бога. Раскрытие света – это сближение себя с источником света, с истиной, со Всевышним, как посредством изучения его торы, соблюдения его воли, выразившейся в еврейских законах. И тьма, и оно же зло – это прямо противоположное действие. Это отдаление, закрытие себя от источника света, несоблюдение воли Бога. И это выпиющее лицемерие – говорить о свете, если ты не соблюдаешь еврейские законы, являешься источником тьмы и зла в этом мире. Поэтому давайте разуем глаза, зажгем ханукальные свечи, и увидим, наконец, истину. Да случится это в скорости в наши дни. Ханук Асамея – радостного праздника всем нам, несмотря ни на что. Света всем в Украине в прямом смысле, в материальной форме. И раскрытие духовного света истины, в лучах которого станет всем ясно, кто брат, а кто враг. Брахава и Ацлаха. Остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует...